Всем привет! Давайте начнем это видео с покупок. Начнем с крупногабаритных покупок на Wildberries, которые мне пришлось разложить даже вот на кровати. Некоторое время назад я показывала, что я купила вот такую ночную рубашку с мишкой It's Coffee Time. Да, рисунок немножко детский, но рубашка 100% хлопок, она очень приятная к телу, в ней приятно спать, качественно пошита. Я ее стирала уже несколько раз. Как вы видите, рисунок не облез, она не растянулась. В общем, я очень-очень довольна, поэтому я решила купить себе еще две. Голубая вот с таким рисунком стоила 359 рублей, и серая с мишкой, но уже другим, Sleep Time, она стоила 369 рублей. Состав у них такой же, 100% хлопок. Я думаю, ничем отличаться не будут. Будут также прекрасно стираться, носиться. Я считаю, на лето отличный вариант. Давайте посмотрим остальные покупки. Продолжим с Wildberries. Я очень часто покупаю для посудомоечной машины соль именно Mr. Des. Мне кажется, это хорошее соотношение цены и качества. Здесь 2 килограмма. Я заплатила за упаковку 152 рубля. Также увидела, что появился товар, который я ждала, его долго не было в наличии. Это цикорий Elsa. Цикорий гранулированный. Мне он нравится по вкусу, мне он нравится по качеству. Конечно, цена на него повысилась, но все равно это дешевле, чем в магазине. Я заплатила за него 187 рублей. Если пьете цикорий, как-то чередуете с кофе, то советую попробовать. Я в этом плане достаточно привередливая, но считаю его одним из самых вкусных вариантов. Также на Wildberries по, мне кажется, достаточно выгодной цене. Давайте поставим поближе, чтобы его было лучше видно. Я купила от Белитая линейка Pro Luxury тональный крем лифтинг с гиалуроновой кислотой. Несмотря на то, что называется этот тональный крем, я пользуюсь им уже два года, может быть, даже чуть больше. Могу вам с уверенностью сказать, что это BB крем. Он не перекроет какие-то существенные недостатки, но он отлично выравнивает тон кожи. И что мне нравится, вот этот тон 101 фарфоровый, он просто идеально подходит для тех, у кого светлая-светлая кожа. Мне редко удается что-то купить у каких-то брендов настолько светлое, чтобы мне подошло. Вот этот мне подходит просто отлично. Этот зафольгирован, поэтому давайте я вам покажу тот, который у меня сейчас. Он точно такой же, если не сказала, я заплатила за него 264 рубля. Здесь, по-моему, 30 миллилитров, да. Но это хорошая цена для него. Я вам покажу свой. Давайте посмотрим оттенок. У меня уже мало осталось, тяжело выдавливается. Вот так выглядит капелька. Давайте распределим по руке. Посмотрим. Видите, даже рукой хорошо тональный крем, ну, BB-крем, я его называю, распределился. Он дает такой достаточно свежий вид. Он не матовый, что мне нравится. Он лицо не матирует, но мне матирование не нужно. Если нужно матирование, наверное, сверху надо его припудривать. У меня он держится хорошо весь день, никакого, не знаю, там, жирного блеска не появляется. Он не сползает с лица. На нем прекрасно держится румяна, хайлайтер, то есть какие-то сухие текстуры. В общем-то, я очень довольна. Бюджетный вариант, но подходит мне идеально. Так, с Вайлдберрис мы с вами закончили. И давайте посмотрим небольшие покупки в гипермаркете Глобус. Там огромный отдел ухода и гигиены. Я периодически что-то себе покупаю. У меня заканчивается лосьон от марки Новая Заря. Этот лосьон содержит большой процент спирта. Сейчас вам даже посмотрю и скажу, сколько здесь. Так, алкоголь 68%. Стоил этот лосьон 70 рублей. Я считаю, для него это дешево. Я его до этого искала на Вайлдберрис и на Озон. Он там гораздо-гораздо дороже. Хочу сказать, что я перепробовала все варианты такого лосьона от Новой Зари. Я покупала огуречный, роза, по-моему, апельсин еще есть, ромашка. И в итоге поняла, что для меня самый приятный аромат все-таки у персикового лосьона. Поэтому я его повторяю. Сейчас у меня точно такая же бутылочка заканчивается. Использую для дезинфекции каких-то ранок, чтобы прижечь прыщик. И обязательно перед тем, как надеть какую-то пару серег, я всегда серьги протираю. У меня очень чувствительные уши. Так что, в общем-то, для меня такой лосьон вещь многофункциональная. Мне бутылочки хватает очень-очень надолго, наверное, на год. Бюджетная еще одна покупка, но отличная. Это мыло слоненок, туалетное мыло. Всего лишь 30 рублей за кусочек. Повторяю уже в который раз, мне очень нравится аромат. Он такой нежный. Он чем-то напоминает, может быть, детское мыло. Но нет, это все-таки не запах детского мыла, а какой-то, не знаю, запах чистоты какой-то. Я не знаю. Он очень-очень для меня приятный, уютный. И при этом само мыло отличное. Оно мне не раскисает в мыльнице. И мне приятно мыть руки. Поэтому, несмотря на бюджетную стоимость, могу сказать, что вещь отличная. Обратила я внимание в глобусе на биовоск для губ от бренда ДНС. Был представлен только один вариант, который называется нежный. Наверное, есть еще какие-то, что нам обещает производитель, что убирает даже трещины, сухость, стянутость. Наносить на губы в любое время, при любых обстоятельствах, без ограничений. Хорошая надпись. На него была хорошая скидка. Он стоил 140 рублей. При том, что обычная цена на него была аж 250. Но, мне кажется, это глобус загнул. Давайте откроем, посмотрим, что это такое. Я такой воск для губ покупаю первый раз. Коробочку придется нам с вами разорвать. Потому что она даже сверху заклеена. Что, в общем-то, хорошо. Никто-то нас не лазил. Вот такая малышка. Тоже надпись биовоск для губ. Ух ты! Секси-смуз! Еще надпись. Так-так, давайте посмотрим. Да, должен быть нежный, наверное, хорошо напитывать и смягчать. Вот так выглядит. Давайте протестируем аромат. Вы знаете, практически ничем не пахнет. Очень какой-то легкий косметический аромат. Еле ощутимый. Но, в принципе, это хорошо. Сейчас посмотрим. Набирается легко. На губы наносится приятно. Да, что-то такое восковое есть. Но, вы знаете, он не ложится воском и пленкой. Просто чувствуется питание. Питание, да, прямо ощущается на губах. Я думаю, что в теплое время года я буду использовать исключительно на ночь, как такую питательную маску для губ. То есть нанесла, утром проснулась, и губки будут приятные, мягкие и нежные. Ну, в общем-то, интересно будет попробовать. И еще одна вещь. Мне показалось, что это новинка. Или я просто раньше не видела. Кафе Мими. Это скраб для ног. Он у нас идет имбирь и бергамот. Он идет с пемзой. Скраб стоил, не могу сказать, что прямо дешево. 125 рублей. Здесь всего 110 миллилитров. Мне кажется, улетит за несколько раз такая баночка. Давайте откроем, посмотрим. Все будем открывать, все будем смотреть. Так, защитная пленка есть. Это отлично. Смотрите. Попробую вам показать. Вот такой. Он интересный. Он гелеобразный. Пахнет. Да, действительно, что-то такое есть. И, наверное, имбирь и бергамот. Да, ощущаются. Аромат достаточно приятный, достаточно яркий. Но, я думаю, для ног с таким ароматом вполне скраб подойдет. Я вижу много скрабирующих частиц. Смотрите, вам видно. Единственное, немного смущает, что гелевая текстура. Не будет ли он как-то, знаете, истекать и отваливаться. Получится ли им отскрабировать как следует ножки? Посмотрим. В любом случае, попробовать мне очень интересно. И по аромату он мне уже понравился, что тоже является плюсом. И осталась всего одна покупка. Это у нас из магазина Улыбка Радуги. В какой-то день в мае была хорошая скидка на косметику от бренда Vivienne Sabo. И, в общем-то, мне ничего особо не нужно. Но я решила взять в запас мой любимый гель для бровей. Я использую каждый день на постоянной основе. Поэтому мне такой запас совершенно лишним не будет. Обошелся он мне в какие-то смешные 140 рублей. И мне кажется, я по такой цене гель покупала, знаете, года два, наверное, назад. Но вот так удачно купила сейчас. Он нигде 140 рублей не стоит. Вот такие совсем небольшие, но очень нужные покупки получились. Хочу оставить отзыв вот на такую шоколадку Red. Давно-давно ее купила. Лежала у меня в запасе. Темный шоколад 100 грамм без добавления сахара. Есть не смогла. Вот съела буквально несколько кусочков. Шоколадка для меня противная. Давайте посмотрим состав. Возможно, из-за этого подсластителя в составе. Я не знаю из-за чего, но вкус для меня противный. И она дико-дико сладкая. Я думала, что как бы меньше калорий, меньше сахара, да, без добавления сахара. Не посмотрела, что здесь подсластитель. Я вообще подсластители не люблю. Так она еще безумно сладкая. Оказалось, даже для меня сладкоежки. Доедать, конечно, не буду. Выкину и покупать больше не буду. Я покупала по акции, по цене, не помню, рублей, наверное, 80-90. Сейчас она в магазине стоит 220. Не знаю, почему такая цена, но не стоит она этих денег. Ну, в общем, для меня гадость. Напишите ваше мнение. Возможно, оно от моего отличается. Покажу вам, что я взяла с собой в небольшой отпуск. Средств очень мало. И сразу скажу, я всем пользуюсь. Вот этот минимум мне нужен и очень удачно подобран. Я не буду вам показывать гигиену. Конечно, я брала зубную пасту, дезодорант. Мы с мужем брали небольшую бутылочку геля для душа. Но это я отношу к гигиене. А я вам покажу уход и декоративку. Ну, вот как на полке лежит, так и покажу. Так, для ухода за телом и за ногами. Я взяла от Кафе Мими линейка Суперфуд. Крем для тела. Использую на тело после душа, так же, как крем для ног. Вот такой тюбик Эвелин. Вообще-то у нас разглаживание морщин. Крем для лица. Как я его здесь использую? Во-первых, использую как ночной крем. Использую как крем для шеи и зоны декольте. И так же использую как крем для рук. Да, один тюбик, видите, вот как бы для всего. Так, здесь еще у меня уход. Взяла два бальзама для губ. Но просто бархатные губки у меня заканчиваются. Я боялась, вдруг не хватит. Поэтому взяла еще чапстик. Так, что еще из ухода? Дневной крем у меня от Labelage с SPF. Дальше. На бутылочке не обращайте внимания. Здесь налито другие средства. Здесь у меня мицеллярная вода. Здесь у меня тоник. Ну, просто взяла маленькие бутылочки удобные. Для волос пришлось взять два больших средства. Короткая стрижка. Нужна укладка. Взяла джем для волос. Вот такой гис. Покупала в подружке. Классный, с яблочным ароматом. И взяла шварцкоп. Тафт, магия объема. Это фиксирующий спрей. Здесь как бы два распылителя. Можно на корни наносить. И можно как лаком, да, прическу фиксировать. Теперь давайте перейдем к косметике. Тоже взяла минимум. Во-первых, взяла парфюм. Миниатюрку 3 мл. Мне будет достаточно. Взяла гель для бровей от Vivienne Sabo. От Vivienne Sabo. Тушь Femme Fatale. Отличная. Обожаю. Ни пудру, ни BB. Вообще ничего брать не стала. Но взяла вот такую двушку. Это эльф. Это хайлайтер и румяна. Но я иногда просто смешиваю. Да, как бы кистью набираю по двум рефилам. Вот, кстати, кисть складная. И как хайлайтер, и как румяна можно использовать. Так. Тени для век. Сейчас вам покажу. У меня тени карандаш от Eiffrache. Розовый такой перламутровый оттенок. Отличный. Пользуюсь. И для губ взяла всего два средства. Это два блеска. Один это мини-долли. Он практически прозрачный. И второй у меня от Estrade. Довольно яркий такой блеск Аврора. Вот все. Вот всем этим я пользуюсь. И буду пользоваться. И я считаю, что в поездку на несколько дней вот такого количества, по крайней мере для меня, вполне достаточно. И в конце видео я хочу оставить отзыв на новинку, которую я недавно взяла в уход. Это мицеллярная вода от бренда Vitex. Я приобретала ее в подружке. Стоила она достаточно бюджетно. Меня заинтересовала надпись «Ультрамягкая мицеллярная вода 3 в 1» для лица и кожи вокруг глаз. Ну, что я вам могу сказать? Я могу поставить ей твердую четверку. Почему четверку? Несмотря на то, что макияж она действительно прекрасно снимает. Она не раздражает кожу. Она хорошо снимает макияж с глаз. Но для меня есть небольшой минус. Если вдруг хотя бы капелька этой мицеллярной воды попадает в глаза, глаза нащипят, по крайней мере, мне достаточно сильно. Для меня это минус. Я, может быть, не совсем аккуратно снимаю макияж. Мне часто с ватного диска капелька может попасть как-то в глаза. Поэтому я, конечно, эту бутылку доиспользую. Доиспользую, в общем-то, с удовольствием, поскольку макияж снимает хорошо и качественно. Но вот из-за такого нюанса, наверное, повторять ее не буду. Если у вас таких проблем обычно не бывает, я могу смело рекомендовать, потому что за бюджетную стоимость вы получите достаточно хороший, качественный продукт. На этом буду с вами прощаться. Пишите комментарии. С удовольствием с вами пообщаюсь. Всем пока!